Друзья, это суббота и мы сегодня выбрались на природу для того, чтобы позагорать, покупаться. Но на самом деле мы этого делать не будем. Почему? Потому что мы сейчас находимся на в центре Кальмиуса и плывем на байдарке. Всем привет! Довольно прикольное ощущение и классно брать байдарку двухместную. Ты так вот сидишь, развалился. Да, кому-то развалился, а кто-то гребет. Весло положил и вот просто кайфует. А сзади человек как просто мотор. Как мотор. Одна лошадиная села, но тем не менее неплохо довольно идет, кстати. Хороший мотор. Кстати, овсянка тебе пошла на пользу. Ну а расскажите, пожалуйста, как вообще, какие вот для нас, допустим, лучше по одной одноместной или двухместной? Лучше двухместной сначала, да. Она более устойчивая. Но на одноместной там какие-то движения телом и можно уже сразу перевернуться. А так вообще? А двухместные они очень стоят. Довольно легко перевернулся даже на двухместную? Нет, еще не переворачиваюсь. А, то есть в принципе на одноместную легко, а на двухместную? На одноместную тоже не переворачиваюсь, но это возможно. Двухместная стоит сколько? 200 рублей за час, одноместная 150. А часика нормально хватает, да? Полный. Друзья, в общем, взяли мы в аренду сегодня байдарки. Вы знаете, где мы находимся? Мы находимся просто, накальмимся. Поэтому сейчас поплывем, попробуем заснять. Так выглядит. Валера, у нас спина. Спина, так сказать, человека, который тянет всю водку на себе. Всю байдарку, дай сказать. А, сколько он ее тянет? Пять минут? Пять минут? Ну какие пять минут? Продолжение следует... Вот это, друзья, плавая, в общем-то, по Кальмиусу, встретили довольно странную женщину. Женщина, мы вас не знаем. Мы за пирожки рассчитались. Зачем вы за нами гоняетесь? Понял. Сняла байдарку еще. Мы рассчитались. Кофе брали тогда за 10 рублей и пирожок за 5. Пошли быстрее. Пошли быстрее. Это капец, блин. Присыпилась, главное. Заплати, 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 заплати. И сколько? Главное... Так ты понимаешь, кто знает где. Купили пирожок и чай. Отгоняется до сих пор. Это такой, друзья, обзор у нас был велотур, так? А это такой вот морской, не морской, речной тур. Речной тур по Донецку. Кстати, так можно и назвать. Речной тур по Донецку на байдарке. Не, ну это же в Донецке, а то мы были в Зуевке. Мы были в Зуевке. И тоже можно, кстати говоря, в Зуевке тоже можно поплавать на байдарках. Там, кстати, я думаю, будет даже чуть-чуть пожестче. Потому что там какие-то каскады есть, пороги. Все-таки скалистая такая местность. Ну вот. Ну так что, это довольно интересная штука. Так что, друзья, смело берите байдарки. Это довольно-таки безопасно. Просто. Особенно, когда есть мотор сзади. Просто сидишь себе вот так наслаждаешься видом. Мы сели на мель. Ну, короче, под мостом оказывается, реально, какие-то камни. Блин, без слов, сейчас он не уплыло. Надо назад сдавать. Блин. Друзья, короче, непонятно. Мы, как всегда, с приключениями. Сели просто на мель посреди моста. В общем, нам все-таки удалось уйти с этой мели. Но это реально было неожиданно, когда плывешь-плывешь и посреди кальмиуса просто на байдарке садишься на какую-то каменную основу. Довольно интересное развлечение. Неплохо. Очень такие... Ну, интересно, кстати. Вот я думал, что будет тяжелее, честно говоря, плавать на байдарке. На самом деле ничего тяжелого нет. Весло положил, с собой взял напарника, который хорошо гребет. И все. И вот так вот себе отдыхаешь, лежишь, полулежа. Тут довольно удобные сидения такие. Можно даже вот я сейчас обзор запилю небольшой. Там вот наш мотор по имени Артем работает. И ты себя наслаждаешься видом вот таким плывешь на байдарке. Причем можно довольно-таки долго. Час стоит... Сколько? 200 рублей? 200 рублей час, да? 200 на двухместные. 200 на двухместные, да. На одноместные 150. Но есть возможность догориться на целый день. Есть такая возможность. Я читал на сайте. Да. И вот довольно интересное ощущение, друзья, когда просто в центре города, это центр города, это вот Шевченко, бульвар Шевченко, сзади Ильича. Ты просто плывешь на лодке. Причем не просто на лодке, знаешь, как обычная там рыбацкая лодка. А плывешь просто на вот такой вот байдарке. Плывешь по центру Донецка. Интересное ощущение, правда? Да. А в данный момент, друзья, мы проплываем на байдарке над проспектом Ильича. Этот мост, который поднимается, ведет к проспекту Ильича. Вид просто шикарный. Не только на камеру, на самом деле так было. Это очень-очень красиво. Покатались, интересно, понравилось. Кстати говоря, довольно-таки недорого. И круто все-таки прокатиться по центру Донецка на байдарке. Раньше такой услуги не было. Сейчас, пожалуйста, можно брать в аренду. Так что это нам очень понравилось. Ну а дальше смотри видео, как мы сходили на праздник Ивана Купала. Вот так вот, друзья, хорошо. После того, как покатался на байдарках, прийти в такой вот мешочек, кресло прилечь себе. Полежать, так отдохнуть. Передом ничего не заказывая. Пока никто не видит, можно так. Ну а это мы уже на самом празднике Ивана Купала. Перед вами Дерево желаний, которое сейчас отправляется в путь. И все девушки, женщины кидают венки в воду. Вот такая традиция. На подобном празднике я присутствую в первый раз. Было довольно-таки интересно. Было много людей. Все были вовлечены в игру. Участвовали в конкурсах. Но даже мы успели поучаствовать. Дальше вы это увидите. Субтитры делал DimaTorzok Ну а это костер, через который должны были прыгать все желающие. Ну все, кто хотел. Ну а угадайте, кто это был. Друзья, вот такое коротенькое видео у нас получилось. Хотя мы снимали целый день. Было довольно интересно, забавно. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.